Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Фортунато де Перо был итальянским художником-футуристом, писателем, скульптором и графическим дизайном. Данные я беру из Википедии. Вырос Раверетто, а именно здесь он впервые начал выставлять свои работы, работая под мастерьем у мраморщика. Во время поездки во Флоренцию в 1913 году он обнаружил статью одного из основателей движения футуризма Филиппа Томмазо Маринетти. Де Перо был вдохновлен и в 1914 переехал в Рим и познакомился с коллегой, футуристом Джакомо Балло. Именно с Балло в 1915 году он написал манифест «Футуристическая реконструкция Вселенной», который расширил идеи, представленные другими футуристами. Он искал абстрактный эквивалент для всех форм и элементов Вселенной. Цель состояла в том, чтобы сделать Вселенную более радостной посредством целостного отдыха. В том же году он разрабатывает декорации и костюмы для балета. В 1919 году Де Перо основал Дом футуристического искусства в Раверетто, который специализировался на производстве игрушек, кабеленов и мебели в футуристическом стиле. В 1925 он представлял футуристов на международной выставке декоративного искусства и современных индустрий. В 1928 Де Перо переехал в Нью-Йорк. С этого года по 1930 его работы не имели успеха. Его картины не продавались, в то время как Дом футуристов, его первое коммерческое предприятие, закрылся всего через два месяца работы. Позже он добился определенного успеха, создавая костюмы для сценических постановок и оформляя обложки для журналов. Включая Муфмакер, Нью-Йоркер и Воу. Во время своего пребывания он также увлекался дизайном интерьеров, работая над интерьерами для ресторанов. В 1930 году вернулся в Италию. Одним из проектов, в котором он участвовал в это время был журнал «Динамо», который он основал и редактировал. После окончания Второй мировой войны у Де Перо возникли проблемы с властями в Европе. И в 1947 он решил снова попробовать себя в Нью-Йорке. Одним из его достижений во время второго пребывания в Соединенных Штатах стала публикация «Так я думаю, так я рисую». Это перевод его автобиографии, первоначально выпущенной в 1940 году. Через некоторое время он возвращается в Реверетто, где и доживает свои дни. В августе 1959 года открылся галерея-музей Де Перо, поплатившая жизнь одной из его долгосрочных амбиций. 29 ноября 1960 года, заболев диабетом и проведя последние два года без возможности рисовать, он умирает. Ему было 68 лет. Дизайны художественной работы Де Перо, выполненные для рекламы, были в основном монохромными или использовали цвет для выделения текта. Плашечный цвет. Его полноцветные дизайны следовали футуристическим цветовым схемам с участием красного, коричневого, ахристого и случайными акцентами ярко-синего или аквамарийного. Многие из его работ представлены в постоянной коллекции Музея современного искусства Трэнто и Реверетто. Вот так вкратце о художнике-футуристе, итальянском художнике-футуристе, писателе, скульпторе, графическом дизайнере Фортунато Де Перо. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»!